здрасте да чуваки я купила ее и блин мне есть честно до сих пор не верится но я думаю многим знакомы это чувство да когда ты делаешь покупку и ты вроде рад а вроде и как ты и не понимаешь еще это это осознание она в голову еще не залезла что блять все это твое особенно это касается вот таких ну грандиозных на мой взгляд покупок да многие скажут что это обычная машина чё ты чуваки я понимаю что это не rolls-royce там не bentley там какой-нибудь там 20 40 100 миллионов да и так далее но тем не менее это очень хорошая машина она блять я считаю дорогой я считаю престижной я в ней еду и ну я чувствую себя блять ну прям таким знаете такой типа еду за машина вот так знаете еще одну одной рукой на 2 2 просто как бы ну так подбородок там что-то так типа ну ты такой блять заимался едешь такое занято есть после работы и одной рукой так ведешь я конечно одной рукой еще не водил потому что я ссыкую пацаны блять взял себе машину пиздец вообще сейчас первые эмоции показывают заболевших коронавирус коронавирус зафиксирован во всех терпение мое лопнуло ну наконец-то купи телевизор бекю со скидкой промокод и ссылка в описании ролика на самом деле эмоции просто через край я рад машина реально клевают когда сидишь даже за рулем едешь чувствуешь себя прямо уверенно чувствуешь себя блять королем жизни итак ребят сейчас нахожусь у себя дома в улан-удэ и дело в том что после того как я забрал машину я буквально на следующий же день уже вылетал сюда и толком ничего не получилось снять то есть мы быстро быстро там как вы видите там на заднем плане еще друзья сидят блин мы там по делам катались в общем все так быстро в торопях таких снималась я толком-то не успел отсмотреть что было поэтому материала не так много как хотелось бы думаю если что в будущем отснять еще один ролик когда уже прям попользуюсь когда узнаю все тонкости все фишки машины и в целом ход плавно едешь и прямо ну прям как знаете нож сквозь масло блять охуенно реально я думал над тем чтобы купить сначала какую-нибудь простенькую машину дабы уж на чтобы там потренироваться и так далее а потом что-то подумал нахуй тянуть блять ну просто ну короче просто взял ну просто взял в общем машину взял почти топовые комплектации там вышла за 2 ляма ну топовая там совсем да пиздец это вот прямо самое то самое то что я хотел и она длинная машина сама по себе длинная широкая я сам высокий чувак поэтому мне маленькая такая коротенькая машина была бы неудобно здесь ебать откинулся до педали красиво достаю все вижу прям обзор блять охуенно многие мои подписчики знают что я особо в машинах не шарю если быть честным то вообще в них нахуй не шарю консультантам всяким да там я не доверяю разбираться самому в этом ну блять ну ну все это слишком долго это слишком тяжело и высок шанс что я ошибусь поэтому я доверил это дело своему другу который разбирается которую давно в этой теме ну и это кореш мой да он не наебет правда единственная загвоздка он живет не в моем городе поэтому ему пришлось пригонять эту машину мне сюда да ну короче не суть потом уж как-нибудь на стриме там где-нибудь расскажу в общем здесь бортовой компьютер есть панельки на панельке все видно все там давление шин там расход топлива и так далее здесь можно на руле управлять полностью вот этой панели там музыка не музыка все дела заводится машина с кнопки я если честно вообще охренел от такого потому что нового я всю жизнь видел что там надо ключом вот надо повернуть там и так далее здесь просто нажал кнопку она завелась блять охуенно в общем там много всяких плюшек и климат и контроль и всякий и вот эта панелька ой блять короче и вы знаете у меня был выбор купить какую-нибудь там понтовую машину там какую цветную с кислотными цветами там заниженная чтобы ну такая типа моя дерзкая до молодежная отчасти да не буду врать хотелось я все-таки молодой да мне как бы на 21 год когда но все-таки рационализму взял верх и я купил как по мне блять идеальный идеальный вариант она сбалансированная она и в меру мощная да она и практична то есть по городу как бы ну спокойненько ездишь красиво все там комфортно и внешний вид у нее такой ну как это сказать я бы даже сказать эстетичный такой весь элегантный вот прямо знаете блять вот слово на языке вертится не знаю короче короче классный внешний вид мне нравится в общем такой сбалансированный как по мне вариант салон еще покрыт мягким пластиком я конечно не эксперт не знаю чем он прямо намного лучше ну даже просто визуально даже просто по ощущениям это гораздо приятнее чем обычный цвет попал сука я чуть не забыл я скажу я скажу об этом цвет это не белый цвет ясно это не белый это перламутровый ясно это перламутровый заебали все друзья у белый не белый перламутровый есть разница огромная разница не реально кроме шуток блять есть разница она переливается она такая красиво она как будто такая ну кораллы ну короче блять охуенный цвет да я даже сейчас сижу у меня эмоции через край я не могу успокоиться до сих пор блин опыта вождения у меня на самом деле немного я водил только на тетиной машине когда мы ехали на дачу по вот этой пересеченной местности то есть опыта вождения как такового нету да на дороге взаимодействия нету поэтому я езжу сейчас прям блять максимально аккуратно максимально вот так все все смотрю все зеркала там ага боковые по блять все смотрю вообще дорога на самом деле опасное место прокатился немного ночью ну потому что ночью машин меньше как-то меньше опасности да на мосту чуть-чуть да даже подтопил чуть-чуть да подтопил ну как бы блять до соточки разогнался уже есть честные яйки то сжались блять до размера перепелиных ну короче рано думаю потом уже там буду и топить и так далее для вот когда еще выходишь из тачки да ну как то чувствуешь себя намного увереннее чем если ты выходишь там из метро там и так далее и вот ты выходишь из машины такой места сигнал очка ключики блять я надеюсь это чувство пройдет потому что она как бы да она как манящий яд это чувство приятное очень приятное но она наверно плохое да не знаю короче приехали сейчас хочу себе еще диски поставить про диски забыл сказать здесь 16 стоят я хочу 18 потом поставить не очень дорого стоит но бля выглядит зато прям пушка я уверен что это чувство пройдет потому что ну это как после любой покупки ты там элементарно кроссы допустим себе купила какие-нибудь да клёвые ты там сначала хочешь бля кроссы как-то пытаешься светануть ими там везде да втихую а потом привыкаешь и похуй и наверно с машинами точно так же я не знаю самое обидное что я только вот да получил машину и я улетаю сейчас жду не дождусь когда я уже обратно я очень блять я еще не улетел я жду не дождусь когда я обратно приеду и сяду в нее ночью там вечером и уеду просто знаете в закат на тут там подлокотник еще есть так вот так вот так облокотиться и просто поехать росла потихоньку никуда не торопиться включить музычку давно понял так трасс а у меня ждет меня же это блять на руле музычку включил даже надо блять даже не надо рукой тянуться туда на руле нажимаешь что касается денег как я уже говорил да это не rolls-royce там bentley и так далее но и я как бы да не блогер с миллионами подписчиков у меня нет там супер там мирового бизнеса и так далее или телеграма канала со ставками да она вы понимаете и у многих возникнет резонный вопрос блять неужели канал такой относительно небольшой может принести такой доход на самом деле у меня есть небольшое такое дельцы это не то что бизнес крупный но я бы даже не назвал это бизнесом это тактик но оно абсолютно никак не связано с каналом я им так знаете занимаюсь больше наверно для души хотя и деньжат он немного приносит и конечно же сам youtube канал да youtube канал и самый наверное главный фактор это умение распоряжаться деньгами опять же многие наверное подписчики мои знают что я не трачусь особо там на какие-то на мой взгляд бессмысленные вещи типа одежда там да блять ебать мне эта футболка сколько десятилетий уже я хуй знаю я достаточно консервативный в этом плане человек я там не хожу куда-то там блять по клубам дорогущим вот это вот все я самое главное основная моя статья расходов это питание и да каюсь я часто питаюсь доставках на мой взгляд да я умею распоряжаться деньгами и поэтому собственно я могу позволить себе вот такие покупки да грандиозные опять же грандиозные нахуй кто против блять тот против и сейчас даже блять я не знаю чё я вообще какую информацию я сказал в этом видео просто куча эмоций разных всяких разных разнообразных круто осознавать на самом деле что смог позволить себе эту покупку 21 год аж блять сейчас это блять я говорю то радость то слезы там радости все подряд блять лезет пишите какая была ваша первая машина если ее не было то пишите какую хотите машину у меня все спасибо